Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях поддержки и сопротивления. Кто меня первый раз смотрит, переходите по ссылке вниз. Там есть ссылка на мой канал. Там каждый понедельник я делаю выпуски, а также среди недели делаю видео, записывая о том, как торговать в платформе MetaTrader, особенно для начинающих. На эту неделю я подготовил вам несколько сигналов, на которых мы можем заработать. Всего у нас 7 будет инструментов, о которых мы сейчас и поговорим. Итак, по евро-доллару я вижу вот такую вот линию поддержки. Если цена будет дальше спускаться к этой линии поддержки и коснется ее, то от нее будет отскок и, соответственно, можем выставить ордер на покупку. На данный момент это будет в районе цены 1.09.94. Что касается доллара-франка, здесь цена зажата между сопротивлениями и поддержкой. В районе цены 0.92.00 можно будет ставить ордер на покупку. В районе цены 0.93.30 можно будет ставить ордер на продажу. Ну, также есть еще наверху линия сопротивления. Ну, это уж, я думаю, на этой неделе не дойдет, но если вдруг дойдет, там тоже можно будет продавать. Канадец-франк. Значит, тут вот я прям М15, да, для любителей поскальпить прямо на коротких таймфреймах, на малых таймфреймах. Значит, ну, здесь максимум пунктов 15-20 можно будет взять от цены 0.73.65, может быть, ставить ордер на покупку. Австралиец-канадец. Значит, долго-долго он уже несколько дней топчется около линии сопротивления, но все же это не отменяет его потенциала. Значит, от цены 0.94.28, от уровня сопротивления, можем будет ставить ордера на продажу. Если же все-таки он двинется вниз, то здесь внизу у нас линия поддержки уже давняя, 0.92.10, можем будет ставить ордера на покупку. Еврофунт. Значит, сейчас пошел в коррекцию. Единственное, что я здесь интересно заметил, это вот уровень 61.8 по Fibonacci, поэтому в районе цены 0.83.80 можем будет ставить ордер на покупку. Тем более, что уровень 50 отработался, я думаю, что 61.8 тоже имеет хороший потенциал отработаться. Новозеландский доллар на h1, вот мы видим такой уровень поддержки. Если двинемся вниз, то в районе цены 0.68.85 тоже можно будет покупать. Ну и наконец-таки доллар-иена. Долгое, что-то не мог найти там интересных сигналов. Сейчас вот что я заметил, что в районе цены 128.268 проходит вот такая вот линия. Она, кстати говоря, зеркальная. Раньше была линия сопротивления, сейчас линия поддержки. И уже несколько раз отбивалась, скажем так, в такой сильный уровень. Единственное, что надо учесть, что у него широкая зона. Да, может быть ложные пробои могут быть. Но в целом отсюда хороший сигнал на покупку. Вот такие вот у меня сигнальчики. Значит, давайте посмотрим экономический календарь. По календарю у нас всего важных новостей будет только 3 дня буквально. Но тем не менее, во вторник это новость по изменению числа заявок на пособие по безработице по британскому фунту. В 11 часов, значит, в среду решение по процентной ставке в Новозеландии. Решение по процентной ставке в Канаде. Очень хорошие новости. Ожидаем волатильность. И в четверг также решение по процентной ставке по еврозоне. Поэтому имейте в виду дополнительную информацию по этому я скинул в мой телеграм-чат. Поэтому переходите на мой канал. Там у меня ссылка будет в описании на телеграм-чат. Чтобы не потеряться, вдруг YouTube заблокирует. Все возможно. Ну или во всяком случае будут ограничить доступ к нему. Поэтому переходите, подписывайтесь, добавляйтесь в телеграм-чат. Все. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуете с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok